Наша страна требует кардинальных изменений. И даже когда мы видим, что что-то мы где-то латаем, изменяются суды, принимаются какие-то законы, но люди на себе этого не чувствуют. Поэтому по судебной системе и даже тех изменений в конституциях, я боюсь, что, как когда-то сказал Андрей Портнов, мы можем принять 10 новых законов, но всё равно в магазинах будут воровать конфеты. Нам нужно поменять подход к этому процессу. Мы хотим увидеть прокуратуры, где действие заканчивается каким-то результатом. Но без реформы судебной системы кардинальной мы это не добьёмся. С одной стороны. С другой стороны, давайте скажем, как борются с коррупцией. Просто не надо давать возможность, чтобы воровали эти конфеты. Для этого мы отменили, во всяком случае правительство провело реформу, 50% всех разрешений и лицензий. Для этого за последнее время создано специальное условие... Спасибо, Слава. Для этого создано условие, где открыты сайты Прозора, где каждый из нас, каждый человек может посмотреть, куда чиновник тратит деньги. И Минюст открыл сайт, чтобы посмотреть, у каких чиновников вдруг появляется богатство. Почему прокурор, судья или же государственный исполнитель, получая 6 тысяч гривен, нашёл очень успешную жену с миллионами. И таким образом это является самая основная тенденция работы с коррупцией. Я хочу сказать следующее, что мы обеспечили парламентом, правительством, создание НАБУ, антикоррупционной прокуратуры. Там работает много людей, которые... В отношении которых есть уголовные дела в той же России. И они достигаются, и общество им верит. Поэтому давайте вместе поддержим эту борьбу, для того, чтобы показать результаты, и увидите, что общество очень быстро будет меняться в этом направлении. Евгений, хочу сказать, что интересная ремарка. То самое правительство, которое борется с коррупцией, и то самое прозоро, которое было в Министерстве экономики, это тот самый Абрамявичец, который подал в отставку. Тот самый Абрамявичец, который сказал о том, что есть политическое давление, мы с ним должны бороться. Это те самые министры, активисты, мы с тобой вместе, которые работаем над этими программами, Слава. И вместе с этим, это много людей, которые борются за нашу страну. И четыре министра, из которых написали заявление, чтобы не создать политический кризис, чтобы не сделать курс доллара 50 после политических разборок, и не получения траншевых ВВФ. Мы сегодня должны объединиться и вернулись обратно в правительство.